В Израиле, между тем, силового решения иранской ядерной проблемы не исключают. Об этом говорят как политики, так и военные. Опыта еврейскому государству не занимать. В эти дни Израиль отмечает 40 лет с начала войны судного дня, когда на страну напали армии сразу нескольких арабских государств. 18-дневный конфликт стал самым кровавым в истории еврейского государства и привел к отставке правительства. Только спустя 40 лет были рассекречены результаты расследования специальной комиссии, которая изучала причины провального начала кампании. Рассказывает Сергей Ауслендер. На вопрос, почему победили, ветераны той войны пожмут плечами. Это сейчас они убеленные сединами пожилые суровые мужчины. А тогда были молодые, не боялись ни бога, ни черта и даже начавшуюся внезапно войну приняли как приключение. Это незнание тоже помогло победить. В Израиле никто поначалу не представлял себе, что страна стоит на краю пропасти. Я хотел взять и фотоаппарат, и кинокамеру, но мама отговорила, сказала, ты что, на экскурсию едешь? Возьми что-то одно. А я и правда ехал как на экскурсию. Думал, поснимаю себя, ребят, танки, ну и постреляем заодно. Пострелять пришлось много. Батальон Брома угодил под наступление сирийской танковой дивизии, поэтому снимал ави в коротких перерывах между боями. Вот он сам, тот, который в очках, на этих кадрах помогает менять гусеницу танка. Вот атака авиации, а вот подбитая сирийская бронетехника. Снаряды в танке едва успевали загружать. Они шли какой-то нескончаемой волной. Мы их подбивали, жгли, но они все не кончались. И стало казаться, что нас в итоге сомнут. Напряжение было страшное. Лев Нив, полковник в отставке, тогда был сержантом, командиром танка. На войну попал на второй день. Говорит, очень боялся не успеть, что сирийцев разобьют без него. Но на его долю войны хватило. С избытком. И мы поехали на танках, уже на гусеницах, вдоль шоссе, который идет в восточный Кедер, чтобы подняться наверх через Маале Габля. По дороге мы встретили несколько, я бы сказал, израильских солдат, которые бежали. Не бежали, их танки были подбиты и не отошли с поля боя. Буквально были выпучены глаза от страха, что сирийские танки все заливают. Заливают буквально всех. Много мы их подбиваем, подбиваем, а они не кончаются. Не знаем, что делать. Ну, мы поднялись и вступили в бой достаточно быстро. Всего этого могло бы и не быть. По сей день нет четкого ответа на вопрос. Кто виноват? Кто проглядел подготовку арабских стран к такой масштабной войне? Почему в правительстве раз за разом отметали донесения разведки? Почему сами разведчики не верили своим источникам? Почему Голдомейр не поверил иорданскому королю, который лично сообщил ей, что война начнется? 6 октября. Последний исторический шанс избежать огромных жертв войны судного дня был у Израиля 6 октября рано утром. Тогда начальник генерального штаба Давид Элазар предложил нанести превентивный удар по скоплениям египетских и сирийских войск. Политическое руководство страны долго совещалось и предложение начальника генштаба отвергли. Избежать войны было уже нельзя. О том, что было дальше, написаны тонны книг и сняты фильмы. О героических израильских танкистах, дравшихся насмерть в песках Синаи и на голландских высотах. О защитниках линии Барлева, которые сдавались в плен только израсходовав последний патрон. О дерзком прорыве генерала Шарона, который по сути решил исход войны. И о тысячах солдат и офицеров, которые погибли, защищая свою страну. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, Артевяй.